Электроэнергия Эстегаз Рауль Котов. Здравствуйте. Добрый день. Итак, готова ли Эстония к зимнему отопительному сезону? Закуплен ли в достаточном объеме газ? Я думаю, что и Эстония готова, и Эстегаз тоже готов. Потому что у нас есть договора, которые покрывают этот весь наш объем, что нам надо продавать в Эстонии и в других странах тоже. У нас есть газ в хранилищах, есть газ в Латвии. Мы храним газ и в Польше, и в Германии дозы. И кроме этого, у нас есть еще возможность оставить газ и в Эстонии, и в другие страны через терминалы, через финский инко и через клайпеда. Так что мы уверены, что мы справимся. Означает ли это, что можно спать спокойно и гарантированно в каком-то смысле стабильность цен на газ? Насчет цен на газ, я должен сказать, что это все зависит не только от того, что у нас есть в резервуарах, но и зависит от того, какая ситуация на биржах в Европе. Что мы сейчас видим, действительно прогноз до конца следующего года на том же уровне, где-то 40 евро мегаваттсас 39-38. Так что сейчас прогнозы на буйдусе действительно стабильны. Благоприятны, но это вовсе не означает, что вы не поднимете тарифы. Кстати, так уже бывало не раз. Вы у нас в студии говорите, что все хорошо, а потом мы получаем через СМИ сообщение, что тарифы повышаются на столько-то процентов. Ну, значит, что-то случилось после того, что мы здесь были. Но действительно, прогнозы на биржах сейчас стабильные и немножко действительно поможет, что эта жима топлива, может быть, потребление не такая большая. Но сейчас у нас прогноз такой. Если кто-то хочет быть уверен, что это все и так и остается, мы советуем фиксировать свои цены на год, на два. А в ваших планах есть в ближайшее время повышать цены? Нет. Сейчас начало ноября мы только что дали знать, какие будут цены декабря. Значит, цены декабря будут такие же, какие были в ноябре. Тем не менее, как бы то ни было скачки цен, они, в общем-то, неизбежны. Вот от них ничего нельзя защититься. Можно, если... Если фиксированный пакет. В противном случае нет. В противном случае это действительно. У нас есть для населения этот пакет гибкий, но там мы попробуем держать эту цену на ровном уровне, чтобы не было таких больших. Но есть и пакеты для предприятий, где эти цены связаны с биржами ценами. И там действительно эти цены сразу меняются, если меняется цена и вверх, и вниз. Но с учетом достаточно оптимистичных прогнозов, стоит ли сейчас частным потребителям и предприятиям предпринимать какие-то резкие телодвижения и переключаться на фиксированные пакеты или что-то еще делать? Хорошо, будем иметь в виду. Эсти газ активно действует на польском рынке. Что вы имеете на данный момент в этой стране? Ну, в первых, мы там националиусе вару лет назад. Мы. Существом соединяя ценыround. Что мы bilmiyorum, что kwestые объемы в годстве цвета и нет. И если сравнивать с Польшей, там твестид эрэваться. Надо сидеть, что рэнок пидис сядь раз по Польшей. Надо сидеть, что здесь стоит 200 по Польшей. Имеет бизнес по Польшей. Так что, твитана, это разумный шаг и тип Польшей. Твитана, мы пару лет там уже прадаем газ. А сейчас мы покупали одну фирму, которая имеет газотрассу и продает газ. Так что, с этим мы увеличиваем этот объем действий очень резко. Ну, достаточно активно расширяетесь там вообще, чем объяснимы ваши успехи. И откуда такая уверенность? Ну, это как сказать. И это 5 наси собственный, как они хотят, чтобы Эсти газ раз в Большей. Как они покупали Эсти газ, мы санима лисписессом только в Эстоне. А после этого мы послали в Латвию, Филляндию, Литвию, в Польше, у нас есть первые стелки в Германии, так что бизнес, это как-то нормальный подход, если ты хочешь остаться живым, если хочешь зарабатывать прибыль, ты должен стать покрупнее. В Эстонии это невозможно, значит, это должен идти зарубец. А какая польза от всего этого Эстонии? Может ли вот такая ваша экспансия на другие рынки каким-то образом положительно отразиться на цене газа в Эстонии? Ну, во первых, какая польза, ну, Эстиказ как фирма, которая группа Инфотара, Инфотара, это пиржевая фирма, значит, все люди в Эстонии могут стать акционерами Инфотара. Инфотара, и может получиться, что это выгода из этого. Это на цене газа, это кажется, что прямо не влияет сразу. Ну, если мы станем по большей, по группе, значит, наши объемы, которые мы покупаем, тоже могут стать по большей. И тогда есть возможность в переговорах с поставщиками газа выиграть, как-то немножко, да, это выиграть. Но это не сразу и не такие значительные цифры. Вот вы сказали, что на эстонском рынке заработать практически невозможно, поэтому вам приходится расширяться на другие рынки. А что с вашими прибылями? Растут ли они? Какие показатели, ну, скажем, за последние три года? Ну, эти наши прибыли можно все в интернете посмотреть, потому что там это официально можно считать. Действительно, последние годы, ну, с одной стороны, были трудные война, там всякое, что было связано, откуда можно покупать газ, откуда нет. С одной стороны, ну, это трудно, но действительно у нас удалось действительно заработать больше, но не только, ну, как сказать, с выгодными стелками, а и с осиотаво, что мы действительно правильное время были в правильном месте, например, в Филляндии, в Латвии, с осиотэта. Ну, сколько увеличились ваши прибыли? Снецус не знаю, но можно посмотреть в наших официальных документах. А что было сделано, построено для того, чтобы прибыли выросли? Ну, в первых, как сказать, в Латвии, там, это, как за висит, фирма, Казо, это, на второе, и тествиет, на нас, нас, прадаса, стала по полсе, значит, оттуда с осиот обьевов, мы получили прибыль побольше, и действительно мы искали разные возможности для покупки газа. Эстигаз последние 10 лет продает не только газ, но и электричество, даже уже больше 10 лет. Как поведут себя цены на электричество этой зимой? То есть сейчас ниже, чем год назад? Ну, немножко, да, ниже, но какие цены будут в январе, феврале, ну, увидим. Но мы надеемся, что это на том же уровне и будут. Фиксировать можно на таких же уровнях. Как-то в этой студии эксперт Райва Вара признал, что рынок электроэнергии вообще-то не свободен, а спекулятивен. Это именно по этой причине цены на электричество в Эстонии порой бывают в два раза дороже, чем в соседней Финляндии или в Швеции? Да, я думаю, что это варене прав. Эти не спекулятивные цены, эти рэнусные цены. Снадь сит, таки, и есть правильные кати, как иди от торговли, а электронерги. И цена зависит от продажи электронерги и от потребления. И действительно, как это ленив Эстонии ситуации, так как-то, мы вводим много зависим от электронерги, которые панем, мы получаем из Финляндии. Мы с тобой придут из Латвии, как ветер, и все остальные, как эти кабеля месту Эстонии, Финляндии работают. Так что это не спекуляция, а это просто рэнусная ситуация, и так и есть. Ну, как-то ветер очень часто непопутный для Эстонии. Ну, скажем так, что этих турбинов ветровых пока еще мало. Таких ветериков должен быть немножко побольше. Это поможет. И скажем так, что если мы посмотрим в будущее, сюда надо еще строить новые электростанции. И Эстегаз заинтересован в строительстве новых газовых электростанций? Ну, во-первых, у нас есть и солнечные станции. Мы интересуемся сетями Светрикови тоже. Сейчас после того, как та Элэринг поставили тендер на тостоб покупать резервные мощности. Мы тестовида на это тоже. И сутсяем. И если там Сеус лоуи нас приемлеме, так то мы тестовида на туумем утистоват. Но там туда еще есть время, полгода до того, когда надо сделать свое предложение на тендер. Но это все будущее. А ближайшая перспектива, которую сейчас активно обсуждают СМИ, это февраль будущего года. Что принесет отсоединение Эстонии от российских электросетей? Ну, это значит, что во первых, Эстония должен сам найти возможности, как терзает, что стату. Это значит, что во первых, Элэринг. Эстония должен сам найти, когда она получит резервные мощности. А для клиентов и туумест, что с этим, ну, не цевонем не найдется. На этом, что у Элэринге, ПОЛ, ПЛАНСТОБ, зацвали патрепители, и пространство электронерги, там, да, пяти евро, самигават, састуб, падersеват баланс. Сэта сетта админиали. То Julia Мессиа такста, что за эту жиму особых изменений в ценовом политике и как это доставляется электроэнергии для клиентов не будет. Но ведь ответа на вопрос, за чей счет будут покрываться затраты на поддержание чистоты, до сих пор нет. Ну значит до юля месяца это покрывает электроэнергии, а после этого это действительно, что в конце концов все расходы покрывают потребители. То есть готовьте кошельки граждане. Но если это будет тороза, то значит это все-таки должен платить или прямо, или как раз в Танине Эстонии через Максуд. То есть насколько я понимаю, как минимум до июля вопрос каких-то дополнительных плат или электрических налогов не будет подниматься, но дальше совершенно не исключено, что появится плата за отсоединение от сети, что фактически равно налогу. Ну можно сказать, что этот модус сравнивать с налогом, но действительно, если там есть расходы, если строятся новые электростанции, если надо покупать добавочную электроэнергию, это кто-то должен покрывать. И действительно единственное место, откуда эти деньги придут, это от потребителей. Насколько может в таком случае подорожать электричество? Есть какие-то уже прогнозы? Ну, это единственное место, что мы видим, что это петт плюс петт-еуроса мегаватсас, это кие пыльяди первые калькуляции. Это стоит все. Моисно добавит, что это пока не ясно. Если мы посмотрим, что это тендер, там у элеринга есть такой расход, что это петт плюс петт-еуроса мегаватсас, а не готов тратить в год пидесят миллионов евро. Значит, если мы перерасим, то оттуда и выйдет 110 евро за мегаватсас для того, чтобы держать это отсутствует. В процентном соотношении сейчас очень сложно сказать, насколько в таком случае подорожает электричество? Ну, да, потому что этот 11, этот цена, этот 0 другой, этот 40, если мы посмотрим эти средние цены, если мы видим, что цена электроэнергии, например, 100, этот расход на 70, там где-то 60-70, ну, оттуда можно сделать калькуляцию. Ну, я так понимаю, что вот данный скачок цен, он немного отложен, отсрочен во времени до июля следующего года. Что касается этой зимы, то что нужно знать рядовому потребителю, чтобы уверенно пережить зиму? Ну, скажем так, что я думаю, что эта зима будет такая же, какая была и прошлая. Так что нет таких особых проблем. Ну, скажем так, что может быть будет немножко легче, потому что эти трудные времена, ну, как в том смысле уже прошли, что были проблемы с этим политик-коннектором, были проблемы с этим с кабелем вместо Финляндии и Эстонии. Если таких проблем не будет, я думаю, что будет эта нормальная зима без особых... Потрясений. А вот эти вышеперечисленные проблемы, они все решены? Там все уже опять заработало? Ну, да, сейчас все там работает, так что все там в порядке. По газу вы советовали, в принципе, тем, кто особенно волнуется переходить на фиксированные пакеты, по крайней мере, на зиму. А что с электричеством? Ну, с электричеством есть разные такие мнения. Некоторые хатят фиксировали, а некоторые советуют. Давайте посмотрим, какие у нас патрибени, где и как та, и многие асты отца на пирсевам цена. Так что, как-то в Эстонии действительно очень популярная биржевая цена и люди, в общем-то, используют такие пакеты. Ну, на поверку нередко выходило, да, что биржевая цена намного дешевле фиксирована, однако нет никаких гарантий, что это продержится и дальше так. Да, действительно правильно. Если мы посмотрим, сегодня ночью было ноль, сейчас где-то около 200. Если, то есть, это патрибная электроэнергия, действительно дорогу, но если как-то мозг из-за своих патриблений на ТЦС, как-то это дешевле, тогда этот пиржевая цена действительно хороша. Опять же, вы уже отметили, что по газу вы выбрали, например, себе фиксированный пакет, а что вы выбрали по части электричества? Там у меня этот пиржевая цена. Ага. То есть вы тоже такой гибкий на этом рынке смотрите по ситуации. Ну да, это действительно важно. Но это фиксированная цена, которая была для всех, в конечном итоге оказалась очень невыгодной. И Эстиэнергия рассказывала нам о том, как 300 тысяч потребителей переплачивают за сыр. Ну да, у меня это было. Но действительно полгода до того, как это прекратили, я тоже отказался от этого. Спасибо вам за этот комментарий, за то, что вы нашли возможность прийти в нашу студию. Спасибо. А мне остается напомнить, что сегодня у нас в гостях был член правления Эсти ГАЗ Рауль Котов. Благодарю за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. 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 Спасибо.